дорогие друзья всем привет сегодня 17 декабря я вышел за грибами вчера я был в воронеже и ходил там тоже в парк собирать грибы в итоге нашел достаточно много ну как для для зимы достаточно много и вот сегодня я приехал домой и сразу же но в липецк и сразу же решил проверить если у нас грибы естественно они есть и вот прям самом начале моего пути я сразу на них натыкаешь и так вот они эти прекрасные чудесные за которыми я сегодня пришел аурикулярия ухо видно или иудина ухо или черный китайский древесный гриб китайскому называется мор по моему а мой армур да извиняюсь он очень часто продается в сухом виде вот а также в этот маринованный на рынке легко его встретить ну и в китайских салатах очень часто употреблять этот гриб не сказать что является очень вкусным но является он очень полезным вот полезность его в том что ну вот иудина ухо да почему он так называется вы спросите ну вот смотрите вот вам ответ блин куда она упала вот вот такое вот ухо да очень похоже вот гриб очень полезная вчера читал о нем информацию до этого не знаю не знал это дрожал к оранжевая тоже лечебный гриб если найду еще попробую применить вот что касается иудиного уха гриб этот является как я сказал целебным он помогает нормализовать кровь то есть он ее разжижает уменьшает вероятность образование тромбозов улучшает пищеварение так но это уже старенький мы не будем убрать совсем получает пищеварение помогает от диареи и других там расстройств тоже кишечных вот также он содержит кучу там витаминов и макро микроэлементов короче гриб очень полезный его можно сушить и в качестве порошка употреблять ну перемолоть и в лечебных целях так сказать для профилактики можно этот гриб употреблять и так лучший способ ну как мне кажется заготовки этого гриба это его засушить причем если засушить его целый то размочив в воде его минут десять он приобретет абсолютно все свои первоначальные свойства и качества то есть станет как обычный свежий гриб вот так же как я сказал его можно перемолоть в порошок использовать в качестве специй или просто его пить в качестве биодобавки кстати что я забыл сказать этот гриб применяется в качестве биодобавки во время похудения вещества которые в нем содержатся они уменьшают в общем уменьшают способность углеводы и жиров впитываться в организме то есть соответственно он используется при похудении как биодобавка так друзья продолжаю мое путешествие рассказ вот вот опять этот чудесный гриб иудина ухо в регуляре ухо видно и он похож на такое желе как видите ну короче как ушной хрящик и хрустит он тоже как ушки свины если кто-то ел то он на них очень похож вот продолжу а его расскажу о его целебных свойствах продолжу да как я сказал в нем много витаминов микро и макроэлементов информацию можно почитать в интернете готовят из него все но в основном салаты либо китайский суп классическим они делают с этого гриба можно все это найти тоже в интернете употреблять его можно тушеным вареным маринованным и сырым то есть он абсолютно съедобен ведь такой грибочек но он но он как таковой не имеет вкусу поэтому его делать именно салатах с другими ингредиентами да вот а так он абсолютно съедобен широм виде хрустит очень прикольно но вкуса не имеет если съесть его с солью то уже будет поинтереснее вчера дома так пробовал вот любит он расти вот на таких маленьких палочках видите то есть вот стоит большой пенек сухой и вокруг их тоже много но грибы почему на них не растут а вот такие маленькие веточки очень они любят вот и их тут как видите очень и очень много они практически везде на каждой валяющейся палки вон ведь там мелкий искать покрупнее естественно второй гриб за которым я пришел сегодня это фламмулина бархатиста ножкова опенок зимний фламмулина валу тип из но ее пока мало пока все вот я уже немножко пособирал уже закрыл так сказать но корзиночки чтоб хотел поснимать видео рассказать вам а тут вот пожалуйста валяется куча деревьев веток и вот он это даже ледяная прям не растаялась и видите а вот кстати да он видите как выглядит даже и не поймешь что это гриб с листьями очень похож эти вообще даже не видно и 8 нападет вот так теперь что касается о том где этот гриб можно найти как оказалось растет он на лиственных породах деревьев но больше всего из информации и вот по своим наблюдениям я понял больше всего он любит клен ясенелистный то есть клен американский и бузину но бузины здесь нет поэтому не могу проверить эту версию а вот все что сегодня собираю и вчера собирал это как раз таки был клен американский к счастью у нас в липецке его растет очень много это сорное растение так сказать да и если вы знаете где-то места какие-то парки овраги то можете смело идти прямо сейчас или на днях вы найдете этот гриб а также возможно найдете и опенок зимний потому что он очень тоже любит клен американский я сейчас нахожусь на своей старой дороге которая ведет к даче и это старая дорога соответственно вся заросла она заброшена и в ней полно вот таких сухих всяких повальных веток а это получается идеальное место для этого гриба друзья также хочу сказать вам или напомнить если кто-то забыл что вы можете поучаствовать в конкурсе который проводится в этой группе да где вы выложу это видео грибы и грибники липецкого области конкурс очень простой нужно разместить в альбоме три своих скажем так лучших фотографий грибов конкурс это не на самый красивый гриб а именно на красивые фотографии поэтому если вы это еще не сделали то можете еще время у вас есть может принять участие приз будет очень классная плетеная лукошка от мастерской и вышка 48 лично я изготовлю его на днях и позже по итогам конкурса она будет вручено пубить победителю так что принимайте участие а также вступайте в мою группу по плетению и вышка 48 пока все так друзья как оказалось но бузине он тоже очень любит расти смотрите какие заросли это бузина какая именно не знаю черная или красная и вот они какие классные заросли и лопушки кстати японцы и китайцы его очень успешно научились сейчас выращивать как и многие другие виды грибов и успешно поставляют его на наш российский рынок сухом или маринованном виде ну и в салатах как я уже сказал кстати забыл упомянуть очень важную информацию что согласно интернету этот гриб очень хорошо помогает в лечении опухоли как злокачественных так и доброкачественных а также при облучении его используют настоящий момент из него производит несколько видов лекарств как я прочитал ну и вообще как я сказал выше он очень полезно так вон еще наверху лопушочек дотянусь не знаю все пока друзья вот и подарок подходит концу мое сегодняшнее путешествие за грибами за аурикулярии уховидной иудина уха и опенок зимний она же фламулина бархатиста ножковая сожалению ее я набрал чуть меньше чем хотелось бы потому что но я нашел и много но в основном это молодые завязи то есть она еще будет расти и расти но есть конечно будет тепло вот покажу вам результаты моего похода это где-то треть корзиночки такой вот видите да классный но скажу вам что по весу здесь килограмма полтора-два наверно есть потому что они лежат достаточно плотно но и такие они сами по себе грибы увесистые вот вчера я набрал примерно столько же так что не знаю теперь как их все употребить вот но буду сушить сушить и в качестве добавочки кушать ну а также в салатах как я и сказал что еще в конце хочу вам также напомнить что вы можете участвовать в конкурсе и выиграть чудесную корзину которую я скоро сплету присылайте свои фотки в альбом ну там инструкция напишет на написано все увидите вот так же подписывайтесь на мою группу instagram ссылочки будут внизу под видео ну и в конце хочу пожелать вам удачи здоровья любите лес собирайте грибы пока